Всем привет! В эфире канала Хоккей Спорт 24, очередной выпуск программы «Момент дня». Овечкин против Малкина и Кросби? Такое мы смотрим, про такое мы рассказываем. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и лайк. Поехали! Капиталс празднует свое 50-летие, и первый матч из серии праздничных пришелся на домашнюю встречу с Питцбургом. Очередная дуэль между Александром Овечкиным и Сидней Кросби была интересна и сама по себе, но это противостояние также было юбилейным, 70-м в карьере нападающих. Пингвины подошли к игре несколько уставшими, поскольку играли накануне против Каролины и уступили 1-5. Лидером Питцбурга по очкам являлся Евгений Малкин, 4 гола 12 передач, а Кросби шел на втором месте, 6 плюс 9. У Вашингтона же отличную форму на старте сезона набрал Овечкин, а также его партнеры по звену Алексей Протос и Дилан Стролл. В первой же смене Овечкин приложил Кросби к борту, на что пингвины ответили через пару минут, когда Эрик Карлсон открыл счет после передач Кросби и Малкина. Еще через 4 минуты Майкл Бантинг удвоил перевес Питцбурга, но не таков нынешний Вашингтон, чтобы дать сопернику спокойно наращивать преимущество. Достаточно быстро Расму Сандин один гол отквитал, а в начале второго периода Эндрю Манджапане восстановил равновесие. Оставалось несколько результативных действий от главных героев, но ни Кросби, ни Овечкину не удавалось отличиться. У российской суперзвезды был отличный момент, но его бросок в упор отразил голкипер Питцбурга Джоэль Бломквист. Овечкин очень расстроился, не забив, по его губам можно было прочитать не самые цензурные выражения, но главный сюрприз от соперника был еще впереди. В середине третьего периода на аванс сцену вышел Евгений Малкин. Джина снова вывел Питцбург вперед, завершив быструю контратаку, которую начали Брайан Раст и Крис Летанг. Этот гол в итоге стал для Пингвинс победным. Первый юбилейный матч Вашингтона оказался подпорченным. На сегодня это все, впереди новые выпуски момента дня, а это значит, что вам обязательно нужно подписаться на канал, позвонить в колокольчик и поднять палец вверх. До скорого!